Добрый день, уважаемые коллеги! Благодарю за возможность выступить на конференции по интервенционной онкологии. Я очень хотел присутствовать лично, однако, к сожалению, обстоятельства на преодолении силы непозвольны мне это сделать, но благодаря организаторам есть возможность дистанционного выступления. Я хотел бы представить вашему вниманию совместно со своим коллегой и наш доклад на тему возможностей эндоскулярной эмболизации у пациентов с распадающимися округами головы и шеи в рамках стационара общей медицинской сети. Ни для кого не секрет, что из-за главного мы видим рост заболеваемости, увеличение числа выявляемых злокачественных новообразований. На данный момент мы еще не вернулись к доказательным показателям, но по всем нозологиям идет неконный рост показателей выявляемости. Кровотечение у пациентов с опухолем головы и шеей чаще возникают средства изветлений, эрозии, и эта ситуация является жизнеугрожающим состоянием. В каких же экономических особенностях мы вынуждены работать? В первую очередь это экстренность дисциплилизации. Когда пациент поступает без анамнеза, не всегда ему удается собрать особую цель с стойкой гипотонии. Также пациент не берет с собой часто выписки, результаты обследований, и мы полноценно не знаем, что и необходимо временно, чтобы выяснить всю информацию. Еще один момент – это то, что кровотечение данной локализации чаще всего относится к группе трактовал, и мы в большинстве наблюдений не будем видеть участки экстравазации, будем ориентироваться все-таки в первую очередь на наличие гидрооскулярной зоны. Также у пациентов данной группы в анамнезе будет химиотерапия. В ряде наблюдений мы будем встречаться с робоцитопенией, фанцитопенией, и в значительной мере это будет усложнять работу, потому что кровотечение у пациентов данной группы будет носить более тяжелый характер. Также у пациентов данной группы в анамнезе возможно применение лошевой терапии. Как следствие, мы будем видеть на ангиографии от лучевой стенозы, в ряде случаев акклюзий. Иногда это будет акклюзия целевых артерий, которые необходимы нам для картеризации, и картеризация целевой зоны будет носить контралтеральный характер и менее селективный. Также у пациентов будет жизнеугрожающая кровопотеря. У пациентов будет стойкая гектония, гектония, гектония. Зачастую они могут иметь скуданное сознание ажиотации, поэтому сложно будет с этим также работать. У пациентов практически всегда будет выраженная декоративная декоративная сопутствующая патология. Это может возразить как систему почек, в которой может быть увеличенная декоративная креатинина. Также у пациентов с циррозом, у которых будет нарушена оккупция факторов сферной пустынки. Плюс ко всему, зачастую эти пациенты имеют атеросклеротическое поражение различных пассейнов. В том числе пациенты могут находиться на двойной, иногда тройной антиагрегатной терапии, на антикоррегатной терапии, в случае нарушения ритма. И кровоучение у пациентов данной группы будет более выраженной и более тяжелой. Также это могут быть пациенты различных возрастных групп. В связи с этим мы можем видеть не только атеросклеротическое поражение, но и извитости для образования развивающейся средств и выраженной гипертонической болезни. Поэтому характеризация будет более сложной. Иногда мы должны выполнять гипертонические какие-то системы, чтобы иметь более жесткую поддержку инструментов для более точной характеризации. И, конечно, вопрос в том, что в нашем исследовании это обычная городская больница и диспетеризация в нее будет в некотором случае влиять на тактику, которую употребляет в том числе эндоросклерный хирург, потому что не всегда больницы общего медицинского профиля могут в дальнейшем в кратчайшие сроки предложить пациенту профильное онкологическое лечение. Но об этом хотел бы остановиться чуть позже. Какой же эмболизационный материал можно использовать? Существует огромное количество эмболизационного материала, каждый из которого выдадут свои плюсы или свои минусы, применение которого будет обоснованно и логично в той именно клинической ситуации. Однако и об этом тоже хотелось бы рассказать позже. На данный момент в ретроспективном анализе повреждения 73 пациента, преимущественно это мужчины, средний возраст которых превышает 55 лет. У большинства пациентов ранее был установлен диагноз локачного новообразования, чаще всего в фокализации области языка. У многих пациентов мы встречаем повышение показателей креотинина и АЛТ-СТ. У некоторых пациентов мы видим повышение МНО, АЧТВ, травмоцедобиния, это все будет сказываться на тяжести кровоотечения. И степени кровопотери чаще всего геноглобина снижалась до уровня 95-98 грамм. И в ряде пациентов мы видим, что кровоотечительность крайне тяжелого характера, что геноглобина падает до 25. Из 9 пациентов мы увидели экстравазацию, там были чаще, чаще там были варис, а в меньшинстве – это односторонняя экстравазация из людей наружной сонной объекты. Интероперационно мы достигли геноглобина у всех пациентов, на госпитальном этапе, в ряде, в получении двух пациентов. К сожалению, 11 пациентов погибли на госпитальном этапе. На данный момент нам показался анализ только пациентов на госпитальном этапе. Наиболее частой причиной метального исхода была пневмония, чуть меньше по встречаемости, полиорганная недостаточность. А в целом, среди причин метального исхода также мы видим нарушение мозгового кровоотечения, там были болели, очных отель и геногические шоу. Позвольте, пожалуйста, беру озвученное несколькими техническими примерами. Пациент 73-х лет, со злокачественным образованием языка, при англиографии правой общей сонной и позвоночной артерии, как бы его экстравазации и гипероскулярных участок мы не видим, при англиографии общей сонной, и далее англиографии и язычной артерии, монифероскулярных, и у пациента данного пациента выполняется оптализация на контроле на полиграции и мы видим, что цели контрастерии на полиграции нет, это очень неостановлено. Еще один пациент 75 лет, с 2,5 лет назад, пациент ранее беременность химиловочную терапию, мы видим, что общая сонная артерия значительное сужение и наружную сонную артериорктируется в рамках пациента тяжелой кровопротерии, высоких кровопротерий неисходно и повышен показатель для мноя. Также у этого пациента имеется методатическое поражение в лоушной области и мы видим, что заполнение этой зоны в области микростраза и микростраза из 6-летни, после 2-й партиографии, а дальше уже в данном случае паскаба в каждой имболизации из 6-летни, также в 6-летни была небольшая и идет также выпала имболизация из своей стороны. И наиболее крупным афферентом данный пациент является и в любую позвоночную антибиотическую и микростразацию, которой мы в общем антибиотическую данную зону просто и паскаба и паскаба выполняется и микростразация наиболее антибиотическую 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 паскаба один из тех пациентов, когда мы видим явную экстравазацию, в данном случае такая экстравазация позволяет нам выбрать не там часто используемую антибиотическую спираль, потому что это был другой эмболизационный тел, с учетом диаметра афферента и диаметра, то есть зона через которую происходит экстравазация не позволит использовать какой-либо другой эмболизационный тело того, что не добиться стойкого демоста и на контейнерной биографии мы видим, что эмболизационная спираль позволит значительной степени и скорость потока и уже пополнить его до получения стагнации и еще один пациент на качестве образования физика получил несколько вопрос эмболизационной биографии вы видите, что-то биографии выручил сонертори мы не видим контрастирование наружной сонертори однако в этой зоне мы видим диаметра вазацию с которой диаметра в обороте тяжелейшая профилля биографии сонертори в данном случае вопрос командной работы потому что один хирург здесь не может справиться в данном случае коллега через смертной хирург привнес помощь пациенту свою луку и луку мы видим помогает в какой-то степени снизить степень кровотечения за счет мануального компрессии в зоне экстравазации посетительная компрессия уже во-первых не более сильная компрессия в какой-то степени позволяет снизить степень экстравазации однако диаметра экстравазации не позволяет и обвиж не позволяет использовать что-либо в данном случае кроме грибовой композиции поэтому пациенту в данном случае бесполезно использовать спирали и на контрольной биограмме выглядит как раз все компрессные вещества в зоне экстравазации полностью заклеено все с помощью композиции что бы хотелось бы сказать в задущее не более частым вопросом лично для меня и вопрос который стараюсь давать традиционным отходом что же использовать у пациента с распадающимися кровотечения на кровавые шеи одним из таких моментов основополагающих в вопросе именно эгостулярной эмболизации я считаю фразу убежных авторов которая была произнесена в 2008 году что множество эмболизационных агентов имеют свои характеристики и применения которых обусловлены в каждой конкретной ситуации с точки зрения онкологии то что можно было сказать это то что если вы можете обеспечить пациенту кровотечения наверное очень главный выбор по и то что использую наверное наверное предпочтительно использовать какие-то эмболизационные материалы которые будут носить временный характер и мы можем добиться остановки кровотечения здесь и сейчас пациент пойдет дальше на кровотечения вы получаете химио-ручевую терапию и эффективность химио-ручевой терапии не будет снижаться из-за того чем мы используем поэтому в случае если работа происходит именно в общей городском стационаре как у нас наверное к сожалению наиболее часто будет выбор пользу партикулярного эмболизатора и более плотного выполнения эмболизации потому что наиболее часто как раз пациенты будут выписываться в срок более 6 недели от госпитализации а то и больше 2 недель к сожалению таким пациентам невозможно организовать госпитализацию в крови на стационаре в ближайшее время с учетом каких-то стройных моментов с учетом к сожалению тяжелой кровопотерии принесенные в ее восстановлении благодарю все внимание